Здравствуйте! Это новости на канале НСК-49 в студии Татьяна Учегжанина. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области по-прежнему остается непростой и напряженной. О том, что может показать ковидная статистика после того, как закончится так называемое плато, пойдет кривая заболеваемости вверх или все же продемонстрирует снижение. Вот что по этому поводу говорят в региональном Минздраве. По данным оперативного штаба в Новосибирской области на утро 2 декабря выявлен 391 случай ковид-19 за сутки. Скончались 16 пациентов, мужчины возрасте от 43 лет и старше и женщины от 48 лет и выше. Всего в регионе от коронавируса умерли 3830 человек. В инфекционной стационаре региона с диагнозом ковид и с подозрением на него госпитализированы более 4000 пациентов, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находится 331 человек, на ИВЛ – 53. На этом фоне власти региона стараются улучшить доступность врачебной помощи. Напомним, что специальный чат-бот, по вопросам медицинского консультирования, запущен Министерством цифрового развития связи Новосибирской области. Цифровой помощник подключен в мессенджеры Telegram. Найти его можно, набрав в поисковике «Мое здоровье НСО». Продолжается тестирование на ковид не только тех граждан, у которых есть признаки острого респираторного заболевания, но и семейные очаги. А вот вакцинация населения, несмотря на то, что в регионе развернуто максимальное количество прививочных пунктов, проходит не так, как хотелось бы. Особенно неактивными оказались сибиряки в возрасте старше 60 лет. Может, поэтому уже две недели статистика заболеваемости ковида на спад не идет. Ситуация по-прежнему напряженная, но если все будут условия выполнены, и по аналогии с предыдущими подъемами коронавирусной инфекции, ожидаем, что все же несколько недель, как вот идет сейчас вторая, это плата с постепенным снижением. По поводу ковидной группы риска, в настоящее время медики отмечают, что в ней сегодня значатся молодые люди до 18 лет с симптомами острой респираторно-вирусной инфекции. Переболевшие ковид-19 могут пройти углубленное медицинское обследование. Пройти постковидную диспансеризацию могут новосибирцы от 18 лет, перенесшие коронавирусную инфекцию через два месяца после выздоровления. Это касается даже тех, кто переболел дома, не обращаясь к врачу. В этом случае пациенту нужно оформить заявление на имя руководителя поликлиники. Углубленная диспансеризация – это комплекс исследований, который проводится дополнительно к профилактическому медицинскому осмотру или обычной диспансеризации. Врачи помогут выявить изменения в организме на раннем этапе и избежать осложнений после коронавирусной инфекции. Записаться на углубленную диспансеризацию можно разными способами – через портал госуслуг по единому номеру 124 или через регистратуру своей поликлиники. Выбрать можно любую удобную дату и время в зависимости от расписания учреждения – в рабочие дни с 8 до 20 часов, в субботу с 9 утра до 3 часов дня. В Сибирской столице продолжается работа форума «Новосибирск – город безграничных возможностей». На второй день дискуссии и обсуждений у экспертов форума появилась возможность дистанционно задать главе города вопросы о взаимодействии общественных организаций с местными властями, развитии городской социальной среды, о качестве оказываемых социальных услуг, и многие другие. На одной из дискуссионных площадок форума собрались эксперты, в том числе федерального уровня, общественники, руководители организаций, ветеранов и инвалидов и все те, у кого были вопросы к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Встреча проходила в режиме видеоконференции, что, впрочем, нисколько не умаляло и значимости и актуальности. К примеру, один из вопросов касался коллективных выездов людей с ограниченными возможностями на какие-либо мероприятия. В последнее время организовывать их стало непросто. Кто понимает, что, например, нам теперь нельзя обратиться ни в какой конец корпус, например, за предоставлением автобусов в качестве спонсорской помощи, потому что запрещено, так сказать, нецелевое использование. Нельзя обращаться в городские ПТП, того, не в таком уровне и так далее. В то же время мы выезжаем на мероприятие, которое у нас все-таки, несмотря на пандемию, есть. Анатолий Локоть отметил, что социальное такси, которое в нашем городе успешно работает, в данном случае не спасет положение. Поэтому надо разрабатывать какой-то социальный автобус. Однако вначале надо решить ряд вопросов, связанных с безопасностью и финансированием. Давайте мы проработаем вместе. Я не исключаю, на самом деле, принципиальных возражений здесь нет. Просто вот есть вопросы, требующие внимательного изучения и решения. А так, ну, давайте, я думаю, что можно пойти навстречу подобным и решать эти проблемы. Родители детей-инвалидов волнует вопрос доступности детских садов и школ. Сейчас строится очень много детских садов и школ новых. Это очень здорово и хорошо. Подскажите, согласовываются ли проекты по строительству с общественными организациями, представляющими интересы инвалидов? Мэр Новосибирска отметил, что все социальные объекты, такие как детские сады и школы, строятся согласно требованиям доступности маломобильных детей и подростков. И, конечно, мнение общественности учитывается. Здесь очень важно сотрудничество с родителями, вот с родительским активом, потому что они ведут себя весьма так динамично, и именно они порой выступают инициаторами новых идей, но и указывают на те недостатки. Для нас очень важны эти замечания. Напомним, что пятый форум «Новосибирск. Город безграничных возможностей» проходит с 1 по 3 декабря в Академгородке в пространстве «Точка кипения» нашего технопарка. Присоединиться к его работе можно, зарегистрировавшись на сайте форума. Закрытие подромской магистрали продлили на неопределенный срок. Со 2 декабря продлевается срок закрытия проезжей части нечетной стороны улицы Ипподромской, а также сквозного проезда по площади инженера Будагова. Изначально работы планировалось завершить до 20 октября. Позже срок был продлен до 1 декабря. В новом объявлении на сайте мэрии сроки перекрытия не указаны. Маршрутом объезда останутся улицы Мостовая и Кривощоковская. Водителям советуют быть внимательными и руководствоваться знаками дорожного движения. Инспекторы Россельхознадзора Новосибирской области выявили нарушение при перевозке 83,5 тонн под карантинной продукции, исследовавшей в Новосибирск и Иркутск. При проведении карантинного фитосанитарного контроля было выявлено, что продукция перевозилась с несоответствием информации о стране происхождения. Это послужило основанием для запрета ввоза. Грузы казахстанского и узбекистанского происхождения – это свежий виноград, сухофрукты, плоды шиповника, орехи, рис и фасоль – были возвращены отправителям в Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства. Познакомиться с культурой другой страны – это всегда интересно, поэтому к различным международным фестивалям и Дням культуры горожане испытывают особенный интерес. В этот раз Дни швейцарской культуры в Новосибирске предоставили горожанам возможность посмотреть швейцарское кино и насладиться превосходной классической музыкой под управлением знаменитого европейского дирижера. Подробности в нашем сюжете. В Камерном зале филармонии состоялась последняя репетиция перед предстоящим концертом Новосибирского камерного оркестра и известного дирижера Райнера Хельда и Швейцарии. Это не первая встреча дирижера с нашими музыкантами и не первое посещение Новосибирска. Творческое сотрудничество началось давно – с 1998 года, когда дирижер услышал наш камерный оркестр у себя на родине в Швейцарии. Качество этого оркестра – удивительного оркестра. Оно действительно выше всяких похвал. И это можно слышать с первого аккорда, который играют музыканты. И наша искушенная швейцарская публика, которая приходит с нотами и партитурами и смотрит по ходу пьесы, насколько соблюдается музыка, они встречали бурными овациями и всегда провожали стоя. Идея проведения Дней культуры Швейцарии в Новосибирске изначально принадлежала двум новосибирцам – любителям швейцарской культуры и музыки, которые по делам своего бизнеса проживали в этой стране. Далее к этому проекту присоединилось посольство Швейцарии и консульство Швейцарии в Новосибирске. Кажется, в 2018 году Михаил Юрьевич Яковец стал почетным консулом Швейцарии в Новосибирске, благодаря тому, что он очень активно представляет культуру Швейцарии в Новосибирске. Это постоянные выставки. Сейчас уже шестой, вчера открылся уже шестой кинофестиваль. В этот раз на концерте, точно как швейцарские часы, новосибирская публика услышит не только знакомую классическую музыку, но и познакомится с современной швейцарской. Это некий мостик от швейцарской музыки к русской. Начнем мы с работы швейцарского композитора Гаспара Дильхельма. Затем мы продолжим. У нас будет русско-швейцарский мостик, ныне живущий и здравствующий, замечательный человек, Александр Бринкин, который родился в Санкт-Петербурге, а сейчас живет и работает в Люцерне. А затем мы переходим к русскому достоянию музыки Петра Ильича Чайковского. Представленная культурная программа разнообразна и интересна. И несмотря на все трудности, связанные с пандемией, по словам организаторов, все, что запланировано по программе, будет сделано с точностью швейцарских часов. Точно так же, как признание дирижера о том, что ему очень нравится русский народ и этот проект, в котором он постоянно принимает участие. Я очень люблю Россию, русскую культуру, музыку. Я счастливый человек. Такой, тем больше я влюбляюсь в эту страну, в эту нацию и в то, что происходит. Для меня это огромное удовольствие расширять границы и работать с русскими. Концерт под названием «Точно как швейцарские часы» будет дан 3 декабря в рамках Дни культуры Швейцарии в Новосибирске в камерном зале филармонии. Так что у горожан есть прекрасная возможность оценить композиторские традиции швейцарской музыки в точном исполнении. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru Ваши мы ждем рабочее время по номеру 277-0049. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok